А что осталось после ВИП-беглеца в Украине? Оказывается, многое из бывшего добра, бывшего президента, уже попросту разворовано. Елена Зорина провела ревизию движимого и недвижимого имущества семьи Януковича. Посмотрите. Он вывозил имущество грузовиками. Я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом? Но все забрать так и не успел. Знаменитые кадры начала 2014 года. Видео с камер наблюдения Межигорье. Остановитесь! Теперь межигорское имущество беглого гаранта развлечения для туристов. Спустя три года то, что осталось и не разворовали, генпрокуратура арестовала. Здесь, по оценкам правоохранителей, ценностей на 10 миллиардов гривен. Но и это далеко не все. Тут все равно миллионы долларов мы сберегаем. Здесь он охотился, рыбачил и принимал высокопоставленных гостей. Это Сухолучий. Еще одна бывшая резиденция сбежавшего Януковича. Почти что Межигорье, только более аскетичная. Но даже здесь есть своя хонка. Красивая природа на берегу Киевского моря. Дикие животные. 36 гектаров. Своя церковь, вертолетная площадка, тир, баня. Тут есть массажный стиль, очень дорогой, мраморный. И где говорится о сотни тысяч долларов. Комендант Межигорье Денис Тарахкателек показывает уцелевшие остатки былой роскоши. Разруха на кухне, уже и печки не осталось. Тут, на жаль, светла у нас нет, потому что руки еще не дошли. Розетки, технику и даже кровати предыдущие смотрители Сухолучия повыносили. Вот тут спальня для танцев. Унитаз хотели снять, но не получилось им снять. Сухолучие и Межигорье, надеюсь, что там есть арешты. Но уже три года, и оно фактически державе не потребно. На балансе, на отримании, оно фактически самих активистов. Эти хоромы далеко не все, что осталось после Януковича и его родственников. 12-комнатная квартира на Грушевского рядом с парламентом. Любимый дом столичной элиты бизнесменов, политиков. Кто-то живет там на 17-м сейчас? Не знаю. Так мы можем попасть туда? Нет, конечно. Почему? Потому что у вас пламя рост. А это Оболунская набережная и дом, в котором не жил, а был прописан беглец. Почтовый ящик заполнен. О, какое-то отправление на имя Януковича. Видимо, давно не проверяли. 13-м годом датировано, маем 13-го года. Киев Водоканал. Ну, тут много всяких счета коммунальные, судя по всему, видно. Элитный район. Оболунские липки. Здесь неподалеку расположенный дом сына Януковича Александра Особняк на берегу Днепра не достроен. Еще два года назад его пытались продать и, судя по этому объявлению, пытаются до сих пор. Цена полтора миллиона долларов. В семье Януковича и правило не оформлять все на себя. Большинство майна, которым использовался Янукович, оно было записано не прямо на Виктора Федоровича, а на ту же компанию, как Танталит. И, соответственно, майно Танталита, оно осталось, и оно не повернуто. Так само в них есть офис на Подоле, он также до сих пор в их властности. И вот тот самый офис. Когда-то здесь располагался Танталит, позже благотворительный фонд сожительницы Януковича, бежавший вместе с ним, Любови Полежай. Теперь на здании другие таблички. А журналистами здесь предпочитают не общаться. Бизнес – это отдельная история семьи. Вот сайт одной из компаний старшего сына Януковича. Она якобы не действует. Последние новости за 2015 год. Столичный офис исчез. В интернете только адрес на оккупированной территории. В корпорации Олександра Викторовича Януковича было арештовано корпоративные права на наиболее известные его компании. Это Мако Холдинг, связанный с ними также и другие компании, а также Всеукраинский банк развития. Две земельные зеленки, четыре дома, 14 автомобилей. А вот дело Любови Полежай, похоже, продолжается. Как работает элитный спа-салон, который она открывала? И кому теперь приносит деньги? Пытаемся выяснить лично. 600 квадратных метров, сауны, хамамы, бассейны, джакузи. Сюда зазывают и на девичник, и на корпоратив. Удовольствие не из дешевых. Один человек 7,2 часа. Последний массаж, честно говоря, 6,8. Кому сейчас принадлежит салон, пытаюсь выведать в маникюрном зале. Работники убеждают, Полежай не видели, да и не знают у них другая хозяйка. Она абсолютно абсолютно... Кто хозяин, я не знаю, потому что здесь какое-то общество, какой-то директор. Она не полежает точно. Полтора миллиарда долларов – это то, что недавно удалось конфисковать у особо приближенных к Януковичу, рапортуют правоохранители. Что будет с активами его семьи здесь, в Украине, и за рубежным имуществом? Вопрос открытый. Найстрашнейшее, что история с повернением активов Януковича может закончиться историей повернения активов Януковичу. То есть с платой компенсаций Януковичу и его сотрудникам. Пока суд не занимается коррупционными преступлениями беглецов, но некоторые из них уже умудряются уходить из-под санкций, снимать запреты и продавать некогда арестованное. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов, Дмитрий Курченко и Богдан Савруцкий. Подробности недели – телеканал «Интер». «Интер». Продолжение следует...